Вот наша компания уже расширилась и практически завязалась беседа у нас в гостях Ольга Ивановна Шаповалова, заслуженный работник культуры Республики Крым. А поговорим мы как раз-таки о ёлке в... Но о непростой ёлке. Давайте вы уже подробнее расскажете и представите гостю, которая пришла к нам с вами. Сегодня рядом со мной Таисия Павленко. Это Хариска, которая представляла в этом году Республику Крым. В составе вот этой делегации. Делегация представляла свои пять детей. Это всё учащиеся Симперопольской детской музыкальной школы имени Сергея Васильевича Рахманинова, которого исполняла... Наши гости. Ну, дело в том, что, насколько я знаю, что ежегодный концерт детского хора в Кремле прошёл, да, и наши дети тоже принимали там участие. Да, это уже пять лет традиционным стало это мероприятие. И это мероприятие всегда открывает Владимир Владимирович Путин. Но в этом году так совпало, что концерт совпал с открытием железнодорожного моста. Поэтому Владимира Владимировича в этом году не было. Ольга Голодец открывала. Всегда за дирижёрским пультом Валерий Гергеев. В этом году тоже его не было. Был главный дирижёр Мариинки Петренко. Вот. И концерт 23 декабря состоялся в Кремлёвском дворце съезда, что уже пять лет имеет место быть. Расскажите, что пели. Вот расскажи о своих впечатлениях. Как вот атмосфера там была? Много людей было, хлопали. Много людей. И очень приятно осознавать, что ты являешься частью этого большого хора, в котором каждый голос важен. И нереальные впечатления. Очень приятно, красиво. Ну скажи, переживание было? Наверняка знаешь, выходишь на сцену, руки... Трясутся, ноги тоже. Вот как побороло в себе это чувство переживания? Было волнение, страшно было. Но всё равно осознаешь, что вы все вместе, большой хор, и приятно осознавать. Много русских ребят поехало? Пять детей. Пять, да. Вообще отбор был вообще десять. Вот 9 мая планируется уже десять, делегация десять. А вот последние два года пять детей я вожу. А вот на Красной площади 9 мая уже решили собрать тысячный хор. У вас, наверное, прям если говорят, пять человек, это лучший из лучших. Вы едете сюда как звездочки. Наверняка чуть ли не кассинг проходит. Это правда. А вы скажите, как проводится этот англорс? Это правда. Когда мы вступили в Россию, в родную гавань, приехала большой жюри из Москвы. Это где-то 8-9 человек. Жесточайший был отбор. Вот, и пение акапелла, и знание сольфеджио. И то есть отбирали. И потом возраст детей, если уже имел место, перешагнуть через 15, то отбираются уже другие дети, тоже проходят экзамены. Потому что это все отличники нашей школы. Все пятеро детей, это отличники по всем предметам. Это действительно сегодня гордость нашей школы. Вы ей задали вопрос, переживала ли она, когда открывается занавес Кремлевского дворца. Мы, хормистера, все плачем. Да ладно? От этого правда. Ну вот представляете, в этом году 600 детей. Это красота необыкновенная. Это такое чувство гордости. А записи наверняка остаются. Да, она остается. Я никогда не за воду. Мы встретились с Валерием Сергеевичем Аксеновым. Обычно, традиционно, всегда там главы федеральных округов. И мне говорят, был утром репортаж, и он сказал, если бы я не знал, что такое Россия, но слышал бы этот хор, я бы хотел стать россиянином. Я это запомнила на всю жизнь, потому что это действительно вот такое впечатление. Вот каждый раз, уже 6 лет я там, и каждый раз у меня чувство гордости, как будто это все в первый раз. В душе вот это. Да. Хорошо, спасибо большое. Смотрите, я тоже заволновался, общаясь с вами за вашу компанию. И желаем вам дальнейших творческих успехов. Я думаю, что многие дети, может, кто услышал, что благодаря своему таланту можно поехать в Москву и выступить на таком грандиозном мероприятии, тоже загорятся желанием начать творческую деятельность. Спасибо вам большое, желаем в следующем году больших творческих успехов. А сейчас мы приходим к нашему следующему таланту. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!